Музыка 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 Всем привет! С вами Некромас И вы опять на моей ленивой кухне И сегодня по просьбе одного моего зрителя Моего подписчика Константина Мы будем делать Национальное литовское блюдо Хотя говорят что В Википедии допустим пишут что Его и в Польше делать И в России, и в Белоруссии Ну я точно не знаю Знаю что это считается Как бы литовским национальным блюдом В общем мы будем делать холодный борщ Который по литовски называется Шельтиборщ Что нам понадобится Ну во первых Вот два литра кефира Кефира Вообще то надо брать Кефир то есть Как можно жирнее чтобы На этот раз так получилось что взяли нежирный И ну получится но не совсем так как надо В общем и этот рецепт Это как бы ну в какой то мере мое Так как тут тоже Как и с борщом У каждого свой рецепт У меня их есть аж 4 по моему Разные Ну в общем он не совсем традиционный Дальше что нам понадобится Молоко Зеленый лук Сель Свежий огурец Как вы помните Я Солил свеклу Вот это свекла С жидкостью Которой она солилась Так же Вот три яйца отваренных И еще отварим картошечку Вообще картошку подают к этому блюду в горячем виде Как вам больше нравится Запеченную Вареную Пюре Ну это по вашему Как вам хочется И еще надо соль И укропчик Но укропчик я сегодня как то не достал Так как придется Обойтись без него И так продолжаем готовить наше блюдо И сейчас для вас будет такой как бы лайфхак В общем вот я нарезал и огурец и зеленый лук В общем все ингредиенты Какой лайфхак Вы сначала кладете Допустим в данном случае только свежий лук Да Но так всю зелень Вначале кладете И вот так вот своими нежными ручками Немножко вот так его как бы мнете чуток Потом в это же самое все добавляется огурец И то же самое проделываете Промешиваете И оставляете на несколько минут Так можно делать так же для салатов Это вам даст очень интересный эффект И вы не узнаете просто своего салата Который делали обычно Ну вот и сейчас добавляем вот весь огурец нарезанный Да И все это вот так вот перемешиваем И чуток по обжимаем И оставляем на несколько минут Ну вот постояло несколько минут Обалденный запах И сейчас кладем значится яйца вареные Как нарезать яйца Это уже на ваше усмотрение Я нарезал таким способом Вот таким видите Полумесяцками Можете режеть как хотите Мелко Можете через даже Некоторые через Терку для свеклы Вот эту протирают Значится В кафе вам Если вы будете заказывать литве Вам могут подать вообще На половину разрезанное яйцо просто На четвертинки режут Ну в общем это уже Дело вашей фантазии Следующий этап Не знаю как тут у меня получится Вот нашу эту свеклу с жидкостью Ну не очень получается одной рукой Я выложу покажу Так я случайно Извиняюсь Не нажал кнопку записи В общем Вот как видите Залили Кефир Значит Есть Несколько вариантов Как И со свеклой То есть Кефир Кефир Ну Вообще-то Ложится Обычно Два Раза Больше чем молоко То есть Два литра допустим Кефира Один литр молока Также Есть варианты Допустим Только Кефир ложат Не Ложат молоко Есть Варианты Где В кефир Добавляют Там стакан Примерно Кипяченой воды Есть Варианты Где Значит В два раза Больше Молока Чем кефира То есть Наоборот Два литра молока Один литр Кефира Есть еще вариант Для тех Кто любит Пожирней Ложат Кефир И сметану Ну А мы Таким Более Традиционным путем Пойдем Но как говорил Это мой Такой Вариант В общем Мы Ложим Два литра кефира И Один литр молока Ну И сейчас Вот Заливаем Молоко Ну Вот У нас Все уже Залито Сложено Сейчас мы Это все Тщательно Перемешиваем И Добавляем По вкусу Соль Ну Вот Как видите Наше блюдо Уже Положено Куда Надо И Как видите Я для вас Сделал Со сметаной В таком виде Примерно Вы получаете В кафе То есть Вот Картошечкой Или вареной Или жареной В кафе Чаще всего Бывают жареные И со сметаной Ну И скоро Будем пробовать Ну И что Начинаем пробовать Да Так Ну И вот Берете Картошечку И этот Супчик Да Правда Очень Неудобно Поэтому Дальше Снимать Не буду В общем Так По идее Это блюдо Обычно Подается Или рано Весной После зимы Когда хочется Чего-то Такого Свежего Ну После Зимней Нехватки Витаминов Или Обычно Даже Больше Наверное Подается Это блюдо Летом Когда жарко Это невероятно Вас освежает И дает Прилив энергии И И тому подобное Так как Это очень здоровая Пища Тут нет никакой Варки Ничего Все овощи Дают все Что имеют Все свои Значит Витамины И так далее Ну А вам Вкусного Так сказать Пробования Кто заинтересуется Кто будет Делать Спасибо Что приходите Спасибо Что смотрите Что интересуетесь Спасибо За ваши лайки Дизлайки И встретимся В других Видео Вам как всегда Наикрепчайшего Здоровичка И наибольшей Удапчики Пока-пока